Если вы говорите о встрече на Мальте, в так называемом Копенгагенском формате, мы рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана. Я просто хотела напомнить, ранее в Киев приезжала супруга премьер-министра Анна Акопяна и спикер нацсобрания Армении Алэн Симоняна. Они контактировали с Стефанчуком в Дублине. Сам Пашинян общался с Зеленским в Гранаде. В Ереване, я думаю, должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. И тут другого нет определения. И вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, упорно разрушает наши союзнические отношения, которые не так давно само же называло важнейшим фактором стабильности и процветания Армении. Ну а что касается целого ряда средств массовой информации или медиаресурсов Армении, которые проплачиваются через ресурсы, аффилированные с госорганами или с людьми, которые находятся в рядах исполнительной власти и их антироссийской риторики, то тут говорить вообще ни о чем не приходится. Это просто, знаете, неприкрытый уже русофобский контекст на грани даже национализма в отношении нашей страны. Я не могу себе даже подобного, даже близко представить. Вот я много что читаю и смотрю и так далее. Но это не просто оскорбление, а это настоящая неприкрытая русофобия. А мы понимаем, кто стоит за финансированием этих ресурсов. Если там считают, что мы не знаем, кто это все проплачивает, мы знаем. Продолжение следует...